тогда начинаем я думаю что уже все кто хотел зайти зашел 51 участник у нас есть сейчас я друзья вам буду говорить очень важные вещи знаете если бы наверное меня кто-то так вот учил и вел на заре моего бизнеса в млм индустрии когда это то есть это было больше десяти лет назад то наверняка я бы уже давным давно стала очень очень успешным долларовым миллионером однозначно потому что мне приходилось нам с николаем вдвоем приходилось протаптывать дорожки самостоятельно дорожки понимания дорожки осознания дорожки пропитывания вот этим бизнесом понимание его концепции и и так далее и сейчас отключу skype чтобы не мешал мне не отвлекал если бы кто-то меня так вот нас учил конечно же бы уже мы очень много много преуспели результат был у нас ошеломительный сегодня мы с николаем лидеры те люди которые живут этим бизнесом и понимают его до мозга костей и то что я сейчас вам расскажу это не просто подача маркетинг плана это некое наверное таинство которое совершается в рамках нашего бизнеса наш бизнес это мы с вами друзья прежде всего это мы то есть бизнес млм это бизнес человеческих отношений и вот именно тоже о чем я буду говорить это некое таинство и когда вы поймете почувствуете услышите вы переним сможете перенять от меня вот это вот вирус такой дикой страсти влюбленности в этот бизнес и понимание его глубинного очень важно чтобы у нас это было внутри я часто на своих школах говорю о том что самое главное в этом бизнесе в любом бизнесе самое важное это то состояние в котором ты находишься то состояние в котором ты живешь дышишь действуешь работаешь именно вот это состояние это ключевой момент того каким будет результат не те технологии и методы которые ты где-то услышал увидел или тебе кто-то сказал что будешь делать вот так будет результат нет результат у тебя будет от твоего состояния именно твое состояние внутреннее является главным критерием твоего успеха это как ты себя чувствуешь насколько ты проникся темой насколько ты нырнул в глубины того чем ты занимаешься пропитался этим именно от этого зависит пойдут ли за тобой люди сможешь ли ты эту идею донести до огромного количества людей услышат ли тебя люди потому что некоторые мне говорят у меня никто не подписывается меня не слышат писка комара тоже не слышно а попробуйте вы не услышать меня когда я говорю мороз по коже у некоторых людей идет да я может быть чересчур страстная натура но не в этом дело дело в том что то что я говорю слышно потому что то ту информацию ту идею которую я передаю я с этой идеей одно целое и поэтому у меня всегда есть результат я ни капли не сомневаюсь в том что намечаю и не потому что я умнее кого-то из вас я могу быть намного глупее нежели некоторые люди сидящие в этой комнате и имею могу иметь ниже интеллект и так далее и способности ума не столь важно важно другое мой настрой и мое состояние на результат на успех на действие вот это главное друзья но говорить мы все равно будем о маркетинге говорить мы будем о бизнесе от деньгах и говорить мы будем о правильном и эффективном настрое на бизнес на деньги и на маркетинг потому что это самое самое важное конечно некоторые вот у меня уже там есть люди которых нет спонсоров там ну как нет спонсор то есть но он не работает и поэтому я говорю для всех я работаю с теми кто хочет делать этот бизнес и я сейчас перечислю всех тех кто сидит в этой комнате кого я знаю лично и с кем я лично работаю так или иначе если нет ваших фамилий это ваша проблема я могу не знать по имени поэтому когда заходите в комнату пишите пожалуйста свое имя и фамилию и желательно город тогда понятно кто присутствует на конференции понятно кто сидит в комнате поэтому сейчас перечислю людей с которыми я веду этот бизнес я их знаю лично я их знаю лично по имени по фамилии и по энергетике но прежде чем я это перечислю я сейчас вам скажу статистику которая сейчас на данный момент у нас есть итак мы полтора чуть меньше чем полтора месяца в бизнесе на карат барс автоматик на этой системе на который очень многие из вас пришли у меня в команде больше полутора тысяч человек за это время эта работа не только моя это ваша работа это все мы сработали вот на карат барс автоматике у нас зарегистрировано больше полутора тысяч человек дальше на бесплатных регистрациях в карат barz у меня зарегистрировано без малого у нас когда я говорю меня речь идет на нас николаем у нас зарегистрировано чуть чуть не 600 человек там без нескольких человек 600 на бесплатных регистрациях стоят то есть вернее всех извините всех которые стоят всех абсолютно всех по 600 человек грубо 600 человек всех кто зарегистрированный короба На платных пакетах, тех, кто зашел и купил один из пакетов, находится на данный момент где-то около 130 человек всего лишь. 130. Повторяю эту статистику, услышьте меня. 130 человек на платных пакетах. И за это время, при этой статистике, при количестве в 130 человек, мы с Николаем вместе заработали 10 тысяч долларов. Вы меня слышите? 130 человек на пакетах, 600 человек зарегистрировано в Карадбарсе и полторы тысячи на автоматике. В итоге результат нашей работы 10 тысяч человек. 10 тысяч долларов. Полтора месяца работы. Вот такова статистика того, что происходит. Дело не в нас. То, что здорово у нас, для нас это естественно. Я говорю не для того, чтобы показать, какие мы крутые. Я говорю для того, чтобы вы услышали и понимали, как работает статистика. Дальше. Как вы понимаете, что 10 тысяч долларов, это уже те деньги, которые интересны любому человеку. Но мы проделали с Николаем ту работу, которая показывает тот результат, который я сейчас перечислила. И прежде чем в нашу команду пришло 600 человек суммарно, личников у нас чуть больше 100, это лично приглашенных нами людей. Нам для этого понадобилось полтора месяца, чтобы пригласить 100 человек личников. Как мы это делали? По-разному. Мы этому учим вас и будем учить без конца и постоянно. И самое главное, что вот в этом всем, естественно, не то, что мы как-то особо приглашали, а то, что мы уже те люди, которым притягиваются другие люди. А это та харизма, о которой я вам говорю на каждом семинаре, на каждом вебинаре. Я настолько глубоко стараюсь копать и говорю о том, насколько важна харизма, насколько важен ваш личностный бренд, насколько важно ваше трудолюбие, устремление, сила намерения, высокая самооценка, личностный рост и духовное развитие. Результат именно вот этих всех качеств приводит к тому, что вы представляете собой харизматичную личность, на которую идут другие люди. Вот что такое деньги. И когда кто-то говорит, ой, деньги, это повезло. Деньги – это результат той силы внутренней и красоты, и ясности ума, которая есть в человеке. А это все не то, с чем мы рождаемся. Это то, что мы приобретаем. И это то, что нарабатывается в процессе, когда мы работаем, трудимся, когда мы шлифуем свой характер, когда мы шлифуем свои профессиональные качества, когда мы шлифуем себя, когда мы, как Мюнхгаузен, из болота достаем себя за волосы и заставляем волевым усилием трудиться. Вот, дорогие друзья, обратная сторона этих 10 тысяч долларов за полтора месяца. И это же только начало. И если кто-то мне говорит, ой, у меня что-то не работает, не срабатывает, значит, человек просто не делал еще пока то, что предполагает этот результат. Так, лирическое отступление по поводу харизмы закончено. Идем дальше. Я сейчас назову людей, с которыми я лично работаю, которых я вижу в комнате. Чтобы вы понимали, что если я вас не знаю или не узнала тут в комнате, то это не моя проблема. Я работаю с каждым человеком, кто ко мне обращается, кто просит помощи, кто не стесняется дергать, потому что пришел человек сюда за деньгами, пришел бизнес строить, а не играть в этих, в девиц скромных. Итак, поехали. Это те люди, кого я лично знаю, с кем я работаю, кто ко мне обращается и кому я помогаю. Анна Насуленко, Анна Бахман, Валерий Лобанов, Славянск, Галина Щербакова, Губаревич Кирилл, Дануте Лондон, Елена Яньшина, один раз разговаривали. Так, Елена П, тоже я понимаю, кто это, тоже мой партнер. Елена Сухова, Изабелла Лернир, Донецк, Ирина Москов, Люба Фагильзанг, Марина Александрова, Михаил Верховинский, Нила Мальвинская, Наталья Михалева, Олег Акимов, Ольга Шевченко, Старкова Лариса, Стесняется, Хотя лично знакомы. Татьяна Буряк, Тамара Теплова появилась только. Все, всех остальных я просто не узнала. Если с кем-то я работаю, я не узнала, потому что одно имя написано. Евгения, это Женя Алпатова, наверное, да, Женя, ты? Ну, тогда еще Евгения Алпатова. Вот это те люди, с которыми я общаюсь и помогаю им строить бизнес, при условии, что мы лично знакомы, и они обращаются ко мне. У всех остальных есть большая проблема. Проблема заключается в том, что у кого-то или низкая самооценка, или какой-то страх, или какие-то препятствия внутренние, которые не позволяют ему ко мне обращаться. И ко мне, и к Николаю. И это ваша проблема, потому что вас не так много. Вас всего лишь порядка 130 человек, которые вошли на платные пакеты. И которые имеют полное право, стопроцентное право на нашу помощь. И имеют полное право требовать нашего внимания и нашего времени. Потому что это, друзья, бизнес. Это не отдых на пляже, это бизнес. Это жесткие, жесткие правила игры. Только тогда мы сможем с вами совершить то, что я называю захват рынка, и создать доход. Только при таких условиях у вас будут деньги и будут доходы. Вас не так много, и мы еще можем уделить время и внимание каждому человеку. Но за этим «но» кроются ваши какие-то внутренние страхи, которые вам нужно обязательно преодолеть в ближайшее время. Иначе вы просто оставите тут деньги, которые вы принесли, как вы их оставляли в других проектах. И не сдвинетесь с места. Но я думаю, что не для этого вы пришли в Карадварс, чтобы принести 900 долларов и оставить их тут. Не для этого. Вы пришли сюда создать бизнес. И у вас есть стопроцентный шанс. У вас есть спонсоры, которые готовы на вас пахать. И при том говорят вам об этом постоянно и регулярно. У вас есть новая компания на рынке, серьезная, проверенная, но новая. А это говорит о том, что мы с вами входим в первый процент тех людей, которые захватывают рынок. Это очень важная классификация. Дальше. У нас есть маркетинг, от которого срывает крышу. Я вам сегодня покажу его. У нас есть продукт, который продает сам себя. Он себя уже продает много тысячелетий. Не сегодня начал продавать. Продукт, который не имеет аналогов в мире в этом, по желанию им владеть. Вот такой у нас есть продукт. И понимаете, вот я ждала, наверное, всю жизнь эту компанию. Я была в разных компаниях. Предыдущая вот компания, в которой сейчас я инструментами пользуюсь. Инструменты классные. В маркетинг плане нет денег. В концепции компании нет лидерских позиций, лидерского алгоритма. Или наоборот, есть лидерский алгоритм, это предыдущий проект. Есть классный маркетинг, но компанию, мягко говоря, некоторые люди превратили в финансовую пирамиду, что тоже мне не нравится. То есть некую конструкцию, в которой не играет, не имеет места продукт вообще. И тут вдруг нам повезло. Мы встретили компанию, которая полностью соответствует той модели, тому видению, которое у нас есть, по крайней мере, с Николаем. Оно может не соответствовать вашему видению. И тогда вы здесь не преуспеете. И тогда вам нужно искать тот проект, который соответствует вашему видению. Той модели, которую вы носите внутри. Это дело, которым вы занимаетесь, должно вас удовлетворять. Как человек, с которым вы спите, он должен вас удовлетворять. Вот так и бизнес. И если что-то не так, то, скорее всего, или у вас в голове не так, идите и ищите такой бизнес, который будет в вашей голове вкладываться. Или все-таки у вас есть страхи, которые вам нужно научиться преодолевать, друзья. Вот. Кто-то, кто уже у меня на школах часто бывает, знает, что у меня есть слабость к лирическим отступлениям. Но тот, кто меня давно знает, понимает, что эти отступления, они играют очень мощную роль. Особенно для тех, кто опустил уши, хвосты, носы. У кого там где-то что-то застряло, зажалось, не получается. Сопли по колене, слезы. Как все страшно, как все плохо. Вот для таких людей я просто тяжелая артиллерия, которая способна поднять, так сказать, и еще подтолкнуть. Поэтому, знаете как, спонсора, как родители, не выбирают, наверное, в каком-то смысле. То есть, вернее, характера спонсора не выбирают. Выбирают только его профессиональные качества. А мои лирические отступления – это больше мой характер. Поэтому, ну, можно, скажем, отходить и попить чаю, пока у меня лирическое отступление, если кто-то, кому-то не нравится. Но, поверьте, я это делаю целенаправленно и намеренно. Потому что мне приходится ежедневно будить большое количество людей. Тех людей, которые по закону Паретто являются ведомыми. Которых 80-90%. Тех людей, которые нуждаются в том, чтобы их кто-то вел. Их кто-то мотивировал. Им кто-то утирал слезы и сопли, помогал, поддерживал, окрылял, вдохновлял. Это очень важно. Не все рождаются сразу харизматичными лидерами. Не все. Но по ходу жизни, опыта могут иметь шанс стать таковыми. Вот, друзья. Ну, что вам хочу сказать еще по поводу своего, скажем так, видения. То, с чем мы столкнулись, даже не касательно каких-то отступлений, а касательно чисто цифр, нас сегодня шокирует. Вот вы представьте. У меня в самом первом моем проекте, для аналогии, было у нас больше 20 тысяч партнеров. За это время мы заработали с Николаем где-то 130 тысяч долларов за эти 10 или 11 лет. То есть, грубо, пусть 10 лет, 130 тысяч долларов и 20 тысяч партнеров. Больше 20 тысяч партнеров. И теперь посмотрите, что тут происходит. Полтора месяца. 130 партнеров и 10 тысяч долларов. И вы же поймите, что геометрическая прогрессия, она работает, не суммируются, скажем, числа, да, а совсем в другом немножко направлении. Я думаю, каждый это чувствует, даже кто и не помнит со школы, что это такое. Вот какой проект мы с вами попали. Ну и самая изюминка сезона, так сказать, в том, что об этом проекте рынок наш не знает. И вот в этом наша сила и в этом наша слабость. Сила наша в том, что у нас есть шанс быть первыми действительно и пройти через все трудности. А слабость наша в том, что мы можем сломаться, пока мы захватываем этот рынок. Сломаться и сойти с дистанции. И сказать, нет, это никому не нужно. Люди не хотят идти, люди не слушают, люди не слышат, люди не понимают. У меня уже есть человек, вот у меня человек, который пришел одним из первых, говорит, показывает мне пирамидку, в которую она пошла. Я чуть со стула не упала. Говорю, ты что на что поменяла вообще? И она тут проплаченный партнер, и она говорит, нет, я буду на этом фокусироваться. Я вот считаю это лучше. Я понимаю. То есть вот оно, отсутствие видения. И свободы выбора при этом никто не отменял. И пусть идет, попробует в пирамидке в этой. То есть пирамидка обнять и плакать, понимаете, а не бизнес строить. Вот так это называется. Даже не пирамида. Была бы это пирамида или пирамидище. Ладно, а так пирамидка. Пирамидка такая плюгавенькая, и человек не смог сравнить и пошел в эту плюгавенькую пирамидку пытаться заработать, как она сказала, миллион долларов. Если человек это не понимает, не может сравнить, не чувствует гвоздь вот этой силы этого проекта, ну, тогда, конечно, и в плюгавенькой пирамидке, наверное, не будет результата. Итак, друзья, наш маркетинг-план – это бомба. И уже, наверное, вы поняли. Даже из тех цифр, которые я показала. Но идем дальше. Я хочу показать конкретные цифры и остановиться на конкретных акцентах. Я не буду давать весь маркетинг. Есть школа, где я давала весь маркетинг. И, в конце концов, у вас есть голова на плечах, чтобы зайти самому и разобраться с маркетингом, потому что у вас такая же голова, как у меня, и, может быть, даже у некоторых лучше, светлее. Я только остановлюсь на тех видах дохода, которые сейчас нам карманно интересны, понятны и содержат главный, скажем, такой вот настрой в начале, который нужно знать и прочувствовать. Итак, пакетный бонус. Что это такое? Это тот процент, который мы получаем от лично приглашенных людей, от тех, кого мы лично пригласили. Да, кстати, есть еще один момент, который очень важно знать, но я потом вам остановлюсь чуть позже на нем. То есть этих людей должно быть двое всего лишь, которых вам обязательно нужно, то есть вы прям должны, я не люблю это слово, должны, но вы должны пригласить лично двоих человек. Которые способны, услышьте, способны на дубликацию. Если эти два лично ваши дети, которые не работают и не будут работать, то вам нужно еще двоих. Потому что те двое лично включенных должны быть способны на дубликацию. Дубликация – это некий шаг, который характеризует повторение ваших действий. То есть тот человек, те два человека, которых вы должны пригласить, должны для квалификации. Эти люди должны вас дублицировать, повторять. То есть самим пригласить двоих и научить дублицировать своих этих двоих. Так, чтобы они учились дублицировать своих. Вот в этом смысл дубликации. И на самом деле это ведь все, что нужно сделать. Найди двух человек, которые готовы тебя продублицировать. Которые так же, как и ты, понимают концепцию этого бизнеса. И ответственно относятся к своему выбору. Заплатить деньги и пригласить лично двоих. От лично двоих мы имеем вот такие деньги. Смотря на каком пакете мы находимся. Я даже бронзу не рассматриваю. Потому что я не отношусь к этому пакету, как к бизнес-пакету. Он требует тех же усилий, но абсолютно не дает денег. Вообще, практически никаких. Поэтому мы не рассматриваем пакет бронза. Если кто-то из вас на пакете бронза, вам нужно пересмотреть свое отношение к бизнесу. Потому что пока вы на бронзе, вы еще не в бизнесе. То есть это еще всего лишь тренировочный такой вот шаг, который показывает ваши сомнения, неуверенность и недоверие. А если у вас нет доверия к бизнесу, начинать его не нужно. И тем более работать в нем не надо. То есть нужно действовать только тогда, когда вы доверяете. Итак, если вы на серебре, ваши доходы до 60 евро от лично приглашенных. Зависит все от того, на какой человек зашел. На бронзу, на серебро, на золото или на ВИП. Если вы на золоте, то ваши доходы до 150 евро от лично приглашенных. И если вы на ВИП-пакете, то ваши доходы до 300 евро от лично приглашенных. Нам не удалось сразу зайти на ВИП-пакет с Николаем. Скажу честно, у нас просто не было денег. Когда мы начинали этот бизнес, мы одолжили у нашего партнера полторы тысячи долларов. То есть после нашего банкротства у нас не было денег на вхождение в этот бизнес. И мы не стесняемся этого говорить. Богатый человек – это не тот человек, у кого есть или нет деньги. Это тот человек, который может их создать. Вот мы пришли сюда на должных деньгах. И то, чтобы там свои достались кубышки. И поэтому мы не могли войти сразу на ВИП. А потом у нас не получалось войти на ВИП, потому что закрыли Украину. И вот только несколько дней назад мы перешли на ВИП. И сразу почувствовали разницу. У меня волосы на голове шевелятся. Какая разница между золотом и ВИП-пакетом? Вот и представьте, до 300 евро с лично приглашенного вы имеете на ВИП. И если вы на ВИП заплатили 1700 евро, грубо, то представьте, сколько вам нужно лично пригласить людей, чтобы даже чисто на лично приглашенных отбить. Не говоря еще, мы не говорим о бонусах бинарных. То есть это очень выгодный пакет. Я сегодня с каждым человеком, в каком я буду видеть потенциал, вот такой потенциал, как у меня, я буду конкретно и честно говорить. Если ты пришел сюда деньги зарабатывать, ВИП-пакет. Все остальное это тренировка. Я знаю большое количество людей, которые оставили по несколько тысяч долларов в Телекс Фри и в Трех Семерках. И ничего не вернули. Здесь же человек не то что вернуть может, он может обогатиться благодаря ВИП-пакету. Очень-очень быстро. И вы дальше поймете почему. Итак, что еще у нас тут есть? У нас есть еще карты, бонусные на 100 евро. Как раз вот они работают для ВИП-пакета. Вы такую карту можете дать всегда, подарить любому своему партнеру, который заходит на ВИП-пакет. Это скидочная карта на 100 евро. И можете самостоятельно использовать для себя, когда вы переходите на ВИП-пакет. То есть это хороший промоушен для ваших партнеров. И они будут вас дублицировать, они тоже получат эти карты и тоже будут своих, это правильное отношение. Не себе забери, а отдай своему партнеру, отдай эту скидку. Пусть он купит ВИП-пакет дешевле на 100 евро. Отдай свою скидку, поделись. И твой человек, он будет делиться своей командой. И это будет мощная мотивация для создания серьезной команды на ВИП-пакетах. Мы с Николаем готовим эту программу. Сегодня мы еще ее подавать не будем, в том виде, в котором готовим. Именно эксклюзивная программа «Бизнес на ВИП-пакетах». То есть она будет касаться только действительно сильных потенциально людей, которые готовы двигаться в этом режиме. И эта программа круче, нежели та 12-недельная, о которой вы слышите на презентации. Я чуть ниже покажу, но не всю концепцию, только часть. Вот. И есть у нас еще 3-процентные карты на покупку золота, которые тоже нужно использовать и самими, людям дарить. И тоже это очень хороший промоушен. Вот это пакетный бонус, который вам нужно понять, который вам нужно прочувствовать. И сделать для себя выбор, какой пакет выбираете, на каком пакете вы готовы двигаться и получать отлично включенных. Потому что это очень серьезный бонус. А лично включенных можно иметь бесконечное количество. И сейчас мы еще только разрабатываем систему массового приглашения. То есть есть очень много алгоритмов для массового приглашения в наш бизнес. И кто-то уже начал использовать, кто-то еще нет. Но все, кто захотят научиться использовать массово, приглашать в наш бизнес людей на бизнес-партнерство, очень скоро получат этот алгоритм от автоматики. Так, и вот бинарный, бинарный бонус. То есть это главный бонус бинара. Мы находимся с вами в бинаре. То есть бинар предполагает то, что есть две ветки, левая и правая, или две ноги мы называем, да. И когда срабатывает определенное количество баллов, срабатывает так называемый цикл. И за цикл мы получаем еще деньги. И не важно, кто этих людей пригласил. Цикл срабатывает тогда, когда у вас будет в одной ноге накоплено 25 поинтов или баллов, а в другой ноге 50 поинтов или баллов. Вот когда такая конфигурация срабатывает, 75 поинтов или 75 баллов срабатывает цикл. И если вы на серебряном пакете, то вот при этой конфигурации за цикл вы имеете 40 евро. Если вы на золотом пакете, 60 евро. А если вы на ВИП-пакете, 80 евро. Вы имеете за такой же цикл, за такую же работу. Потому что под вами начинают накапливаться эти баллы. Не люди, не люди, а баллы. Люди могут на разные пакеты заходить. Серебряный пакет дает 20 баллов. Тут смотрите в схеме или единиц. Золотой пакет дает 50 баллов или единиц, или поинтов. ВИП-пакет дает 100 баллов. Ну и бронзовый, тут несчастный маленький пакет дает всего лишь 5 баллов, 5 поинтов. Вот, пожалуйста, друзья. Вот такое количество баллов начинает накапливаться в ваших ногах. И мы не людей считаем. Людей не надо считать. Не ваша задача привлекать партнеров, а не совершать перепись. А вот когда правильно привлечен партнер, а он правильно может быть тогда, когда его приглашают правильно, профессионально. Для этого и нужна и система автоматик, и спонсор. И если кто-то из вас еще не знает, что такое трехсторонний звонок со спонсором, найдите на канале у нас это видео, где Николай рассказывает о трехшках, трехсторонних звонках. И используйте нас для того, чтобы мы закрывали сделку так называемую, заключали договор с вашими претендентами, давали ему информацию, чтобы мы доносили. Мы, эксперты и спонсоры, пока вы еще учитесь. Вот таким вот образом идет накопление баллов, и вот таким образом срабатывают циклы. И, конечно же, сразу я почувствовала, как только перешли на ВИП, сразу же почувствовала и по лично включенным, и по циклам сразу же пошли другие деньги. Вот у меня в одной ноге там накопилось циклов, да, а во второй ноге не было. И вот заходит один единственный человек на золото, один единственный человек, и я сразу мне на кошелек капает 300 евро. Вот, пожалуйста, вот вам ВИП-пакет. Так, еще вот тут вот есть некий момент очень важный, я на нем тоже остановлюсь. Чтобы ни у кого не возникало вопрос, что мы в финансовой пирамиде, или кто-то вам говорит финансовая пирамида. Друзья, давайте начинать быть профессионалами, давайте развиваться, открывать мозги, осваивать аргументы и факты, и уметь грамотно оппонировать своим оппонентам. Чтобы, когда они задают вопрос по поводу пирамиды, ну, вы, во-первых, первое, что скажите, я уважаю твое мнение, я его внимательно выслушал. Но у меня к тебе вопрос. Знаешь, чем отличается мнение от факта? И пусть человек вам ответит, если сможет. Так вот, его взгляд, то, что он увидел пирамиду, это мнение. Факт состоит в том, что пирамида финансовая отличается от любой компании присутствием продукта. И не просто продукта, а клиентской концепции. У нас с вами есть клиентская концепция. То есть, что это такое? Это присутствие продукта вне партнерской программы по бизнесу. У нас на сайте есть интернет-магазин, в котором любой человек может купить некоторые продукты. Зайдите и посмотрите. Там даже футболки есть, шампанское есть, всякие там коробочки, портфельчики есть. Но самое главное, что есть в этом интернет-магазине, кто еще не слышал. Самое главное, что можно купить в интернет-магазине, я тоже вначале этого не понимала, потому что сразу так все не охватишь. Это есть, вот смотрите, вот тут, где написано комиссионное, видите, корот барс, там один грамм золота, одна единица, один поинт идет. Если человек кто-то купил в интернет-магазине дальше, и он же не просто этот грамм золота, он в красивом контейнере, в коробочке, в красивой, подарочной. Вы же можете человеку подарить, например, на свадьбу, на день рождения. А если вы крутой предприниматель, то вы закажете брендовую карточку личную с нитком золота. Это один грамм, два с половиной или пять. Вот это называется брендовая карта. Например, вы идете на свадьбу к своему другу, и вы хотите ему подарить пять грамм золота. И вы заказываете карточку, которая по форме как пластиковая карта. На этой карте отгравирована, например, фотография молодых и поздравления с днем свадьбы. В очень красивых тонах, красках, как вы захотите. Это называется бренд-карта. И она стоит денег, конечно же. То есть не просто слиток золота, а индивидуальном, скажем, формате слиток золота. И он там стоит, по-моему, порядка шесть, то есть от шестидесяти пяти евро и выше, по-моему, так. То есть там дорого, там есть очень дорого, разные. То есть там, я не могу сказать конкретно, потому что я же еще не заказывала, только так ознакомливалась и общалась, вопросы задавала спонсору. Вот. И вот за эту бренд-карту, если кто-то закажет с вашего интернет-магазина, вы человеку покажете, ну как, покажете какому-то клиенту, вам идет пятьдесят поинтов на счет. Это все равно, что к вам человек зашел на золотой пакет. Вы продали бренд-карту или человек в вашем интернет-магазине купил. Или он на юбилей идет, или на рождение ребенка заказал такую карту, или может он коллекционер, и вы ему предложите карту с папой римским, например, или с каким-то там футболом, футбольным, там, видели в этом, есть интернет-магазине, я не очень разбираюсь в этом, простите. То есть какая-то брендовая, культовая для коллекционеров. И такие ведь люди есть, и их много. Другой факт, что мы их не знаем и не встречали, это такое дело. Так вот, кто-то может сам будет коллекционировать такие карты. Это же золото. Это то, что имеет самую мягкую консистенцию, как металл, и самую твердую валюту на нашей планете. Ничего не тверже. И нам это надо понять. Дальше идем, что там у нас еще все. Какие, так, ага, обменный центр. Что такое обменный центр и что такое лицензия? Значит, лицензия. Человек может купить эту лицензию от Коротбарса, которая разрешит ему лицензия, которая разрешит ему открыть, например, при своей фирме или при своем магазине. У кого-то, например, магазин по продаже холодильников. Например, да? Человек продает холодильники. Он может открыть, купить лицензию и открыть при своем магазине пункт, который будет позволять людям, имеющим на руках карты Коротбарс с золотом, совершать покупку у него в магазине. То есть человек, например, у него нет денег сейчас, да, но у него там собралось 100 карт уже. Вот он в бизнесе уже давно. Вот, например, как говорит мой спонсор Александр Паничев, в Монреале, он живет в Монреале, уже три таких магазина. Обувный там, одежда, еще какой-то, в котором уже, то есть это называют часто приемник, то есть приемник золота, то есть центр приема золота Коротбарс, то есть где можно сдать свое золото или же купить товар на него. И вот вы, например, можете принимать эти карты, представьте, что уже компания распространена на рынке, на нашем, и уже люди, многие знают, что такое Коротбарс, и у них уже много этих карт из золота, и вот они, там не хватает у них, чтобы холодильник купить, денег, да, они приходят с этой картой, и по обмену лондонского фиксинга, это все узнавать нужно, то есть как это происходит и что это, я саму суть как бы вам доношу. Он может купить, оставив у вас эти карты, у вас холодильник, и вы имеете возможность потом эти карты обменивать в компании Коротбарс на деньги или хранить у себя, это ваше дело. Если вы хотите, скажем, золото, просто вот сегодня, вот вчера буквально я выкинула фильм, интересный очень по поводу золота. Золото это тот металл, который кончается на земле, понимаете? И сегодня, если у тебя есть деньги, и у тебя нет золота, ты глупец. До 20% инвестиционного портфеля любого здравомыслящего бизнесмена должно быть в золотых слитках или монетах. Если у тебя этого нет, ты глупец. Так говорят специалисты. Это не мои слова. Поэтому все очень вовремя пришло к нам. И вот таким вот образом, вот вам, пожалуйста, за эту лицензию, сколько идет поинтов на ваш счет, если в интернет-магазине кто-то такую лицензию купит. Дальше там, что там у нас еще коробки пошли какие-то. Ну, это такие фирменные коробочки, чтобы вы карточку не дарили вот так в руках, да? Например, пришли на свадьбу и карточку в руках дарить. Не очень-то, да? А в красивой фирменной коробочке от Caratbars очень красиво. Конечно, это смотрится упаковочный как вариант, тоже очень интересно. Вот тоже вот эти. Вот я, например, хочу шампанское заказать, попробовать. Ну, почему нет? Шампанское фирменное нашей компании надо обязательно попробовать. То есть вот эти все баллы и поинты, они точно так же идут с накопления вам, в вашу общую копилку, с которой вы получаете деньги. Так, дальше. Так, это образец. Ну, образец, я думаю, понятен. Посчитаем, посмотрим сами. То есть вот эти слайды, которые я сейчас показываю, они есть у вас в Caratbars Automatic в кабинете под кнопкой «Маркетинг-план». Вы можете сами все посмотреть внимательно, все посчитать и так далее, остановиться на каждом слайде. Я как бы главное показала. Главные у нас деньги от того, что происходит в продаже пакетов и продажи в интернет-магазине. Значит, смотрите. Вот так выглядит, грубо говоря, та схема 12-недельная. Или же 12-месячная, о которой говорят на презентации. То есть многие люди путаются, не могут понять каких-то вещей. Сразу оно так как-то вот и не поймешь. Вот о той 12-недельной программе, о которой говорят и Николай, и Марина. То есть она вначале была 12 месяцев рассчитана, а сейчас рассчитали ее на 12 недель, потому что люди справляются даже быстрее с этой программой. И главное в этой программе, друзья, не те цифры, которые вы увидели в конце, потому что они гораздо больше. И не то, что вы сразу увидели, а именно то, что скрыто за тем, что озвучивается. То есть даже если мы эту программу разобьем на 12 месяцев, а не на 12 недель, то есть хоть так, хоть так, как угодно относитесь. Главное здесь – это алгоритм дубликации, который не виден и который многие даже не видят. Алгоритм дубликации предполагает повторение. То есть первое условие этой программы – вы зашли в проект, купили пакет и лично двоих пригласили. Пригласили с условием, что они вас будут дублицировать. Смотрите, что происходит через на 12 месяц или на 12 неделю. Все зависит от того, насколько вы сильный, так сказать, работник, труженик. Если вам удалось это сделать за 12 недель, ну молодцы. Речь идет о количестве людей, которые будут в этой схеме. То ли они придут за 12 месяцев, то ли за 12 недель. Вот это ключевое. И на это нужно основывать вначале первоначальный свой взгляд. При дубликации, если каждый придет и в течение месяца пригласит двоих лично, которые способны продублицировать его. И тоже в течение месяца или недели, если это 12 недельный, пригласить двоих лично. И все, только двоих. Помните, я вам говорила, мы пригласили за полтора месяца больше 100 человек лично с Николаем. И люди продолжают идти. Смотрите, сколько людей будет на 12 месяц или на 12 неделю. 4 тысячи 96. А всего за год, если это на год рассчитано, больше 8 тысяч человек должно быть в этой схеме. И они могут быть только при одном условии. Если вы понимаете, что такое дубликация, и если вы работаете со своей командой именно по привлечению к этой концепции, чтобы каждый понимал это, что каждый, например, вот давайте смотреть, как на месяц, как Николай сейчас поместил, вот только двоих в месяц, столько. Вот и все, что нужно сделать человеку. Знаете, когда перед вами стоит задача приглашать людей, как мне некоторые говорят, ой, Ольга, а где же я возьму людей? И я обычно говорю, не людей, а двух человек, во-первых. Людей это психологически тяжело. Человек думает, ой, это же надо без конца людей где-то брать. Как Лобановы, он 100 человек. Лобановы уже 14 лет приглашают людей. И Лобановы верят в свои силы, ни капли в себе не сомневаются. И влюблены в то дело, которым занимаются. И ни капли не сомневаются в своих действиях. Поэтому на Лобановскую уверенность идет народ. Если у вас будет такое состояние внутри, а оно будет, если вы этого захотите, и на вас так же точно пойдут люди. Поэтому вот вам расклад. Два человека, не людей, а двух человек, которые способны продублицировать. Тренер, тренирующий тренеров, тренирующих тренеров. Вот тогда идет дубликация. И за этим нужно следить. И для этого нужно и чат свой сделать, и иметь связь постоянную со своей командой, и делать разбор полетов, и помогать, спроводить трешки, и поддерживать их порой, когда они через месяц говорят, ой, бизнес не работает, ничего не получилось. Это все равно я часто привожу пример. Женщина забеременела, на третий месяц надоело ей ходить. Она говорит, да задолбалась она уже, задолбала меня, уже надоело, мне тошнит, токсикоз, не хочу, что он так долго не рождается. Не делают же так почему-то женщины. Они же понимают, что нужно отторактить 9 месяцев, чтобы выносить полноценного ребенка. Но почему-то многие мужчины даже через месяц рассказывают мне, что бизнес не получается. Вот бы такому мужчине 9 месяцев ребенка поносить, я бы посмотрела, что бы он сказал. Так вот, бизнес – это дело сильных. Это не в пирамидки играть, и не в хайп, по хайпам бегать. Это создавать внутренний стержень, и внешний тоже, в виде вот этой вот пирамиды, если вы хотите. Так вот, вам нравится это, пусть будет так, кому нравится или кто боится, полюбите вы это слово в конце концов. И вы не будете дергаться и шарахаться от него, если кто-то вам скажет, пирамида. Вы просто покажите ему тогда пирамиду во всем, что есть в жизни, и успокойтесь сами. Так вот, при таком раскладе, при правильной дубликации, если каждый только двоих пригласит, через год у вас будет больше 8000 человек. Но это теоретическая схема, практическая схема другая. Кто-то пригласит за год 100 человек, а кто-то не пригласит ни одного. И такое может быть. Ну, я не знаю, тут надо быть мертвым, лежащим уже в гробу, чтобы никого не пригласить и не сделать этот бизнес. Вот честно, мне кажется, он очень, очень легкий. У нас просто много очень подспорья. И тот же автоматик и так далее. Ну, много всего такого. На автоматике там будет, и вас ждет очень много сюрпризов, интересных и ценных. На платной версии, которые позволят, там будет дано больше 150 рекламных площадок, позволяющих создать массовый приток людей. И платных, и бесплатных разумов. Вот. Вот это вот главное, что нужно понять. Концепция дубликации. Вот что главное. Не то, что вы пришли, вложили деньги и купили грамм золота. Нет. О том, что вы смогли внедрить в своей команде систему дубликации, систему повторения. А теперь смотрите, осторожно, держите свои пинжаки и тапки, чтобы вы с них не попадали, не повываливались сейчас, когда я вам буду показывать эти деньги. Помните, я вам сказала, что мы полтора месяца, у нас 130 человек. Смотрите, где 130 человек на этой схеме. Порядка. Это где-то на седьмом месяце. Видите? На седьмом месяце 130 человек при этой схеме, когда каждый только в месяц двоих пригласит. Только. На седьмой месяц будет 128 человек. И на седьмой месяц, так, шесть, это у нас здесь, седьмой вот это, да, две тысячи, по большому счету, при таком раскладе вы заработаете евро, грубо, да, или ты сейчас, раз, два, три, четыре, пять, а, 1280 евро вы заработаете. 1280 евро. Ну, или там порядка двух тысяч долларов, там с чем-то. Вы заработаете при таком раскладе, минимальном, самым слабеньком, самым легком. Вы должны вот, понимаете, понять легкость этой системы. Вот когда мы понимаем, что она легкая, нам легко трудится, работает. Когда у нас в голове вот этот вот пурга насчет того, что людей надо приглашать, и у вас в сознании толпы людей, которых нужно пригласить, и начинается вот этот мандраж такой, это неправильно. Правильно вот эту схему в голову вложить. И это всего лишь 1280 евро при таком раскладе. А теперь смотрите, что будет через год. Если вы это сделаете за 12 недель, ну, хвала вам и честь. Даже если вы этого не сделаете за 12 недель, а сделаете за 12 месяцев, смотрите, в первый год. И учитывается здесь только один из семи видов комиссии. Вознаграждение за циклы. Только за циклы, которые вам показывала. Там, где 25 и 50. Здесь даже не учитывается личные вознаграждения. То есть, отлично приглашены. Ну, вы только двоих пригласили, и все. Вот, все. Только за циклы. Здесь не учитывается золото, то, которое люди покупают, то есть, которое выплачивается, как часть дохода компании людям, и которое люди самостоятельно покупают, когда у них такие деньги появляются. Потому что здесь же надо быть идиотом, чтобы не купить, правда же, золото, когда у тебя такие деньжища. Как же не купить? Ну, как же? А куда же их тогда эти деньги? Обязательно нужно купить золото, чтобы был именно инвестиционный портфель в золоте. Забрать его и хранить где-то. Это будущее, пусть не завтрашнее будущее, но это залог, психологическая защита и финансовая для нас, для наших детей и будущих потомков. И кто у кого мозги в голове, тот понимает это. Так вот, друзья, здесь только один из семи доходов учитывается, и вы через год при раскладе, что каждый только двоих пригласит, вы заработаете свои сто тысяч долларов. И это при условии, что вы находитесь на серебре. И все люди, которые к вам заходят, находятся только на серебре. А серебро – это не самый лучший пакет, как вы уже поняли. И не самый выгодный, и не самый денежный. И при этом раскладе вы в первый год имеете сто тысяч дохода. Вот пусть это впечатается в ваше сознание. Не каждый крутой бизнесмен, самый крутой, выдающий себя за крутого-прикрутого, имеет сто тысяч дохода, чистого дохода, за год в своем бизнесе. Не каждый. Идем дальше. Держите свои шляпы. Переходим на золото. Та же схема. Две, только два человека в неделю. Но все на золоте. Смотрите, что происходит. На седьмой месяц, вот когда у вас 128 человек всего лишь в команде, то, что у нас через полтора месяца, вы заработаете 4 800 евро. Ну, у нас чуть больше там получилось, порядка 10 тысяч долларов, да? И вот что вас ждет через год? Как вам эта цифра, а? 307 тысяч евро или 418 тысяч долларов. Ну, напишите. Ну, живы, еще никто не умер тут в комнате. Напишите, как вам доход в первый год? Вот вы вот вложите эту цифру себе в голову. Вы за год заработали 400 тысяч долларов на золотом пакете. При условии, возвращаемся назад, вы только двоих пригласили. И каждый пригласил только двоих. И никто ничего больше не делает. Двоих пригласил и учит своих двоих пригласить двоих, чтобы те учили своих двоих пригласить двоих. Вот в этом-то суть партнерской программы. Не в том, чтобы людей толпами загонять, а в том, чтобы была дубликация, друзья, только дубликация. Вот это движущий агрегат нашей системы. Понимаете, вот это уже те деньги, которые уберут у вас все проблемы в жизни. Вы вздохнете и скажете, да я готов землю рыть ногами и рогами, работать этот год, не думая о том, получилось, не получилось с первого выстрела. Если будете постоянно стрелять, научитесь. Но если вы сойдете с дистанции через месяц-два, конечно же, не научитесь. Откуда? Я два года в первом своем проекте не имела результата. У меня были истерики. Я вам серьезно говорю. Я рыдала и плакала. Мой муж меня утешал. И спонсор. И говорил, ты всегда можешь бросить. Почему именно сейчас? А я билась в истерике от того, что уже не знали мы, куда... Я не знала, как жить и куда деваться от этих долгов. Дети росли. Это просто ужас какой-то. То есть одни долги. Меня преследовали два года или три даже. Страшные долги и невозможность их отдать. Вот что такое, каким был у меня первый этап. Два года не было результата. А потом как будто снежный ком сорвался. Но я могла уйти. Я порывалась уйти. Я уже даже школу нашла, чтобы уйти. Я же преподаватель. Меня в любую школу возьмут. Я хороший специалист. Я уже порывалась идти. Но я не пошла. Мне мой спонсор не дал. Он меня утешал. Вытирал мне слезы. Говорил, ты всегда можешь бросить. Но почему сейчас? Помните? Чьи это слова? Это слова Роберта Киосаки. Когда он приезжал к своему богатому папе. После того, как у него никто ксерокса не покупал. Он говорит, я не могу уже. Денег нет. Все надо мной смеются. А ведь он был военным летчиком. И ему богатый папа что говорил? Сынок, ты всегда можешь бросить. Всегда. А почему именно сейчас? Ну, поработай еще немножко. И он шел работать еще немножко. Он звонил в каждую дверь. Ему отказывали, посылали. Он приезжал к отцу богатому своим. Говорит, никто не покупает ксероксы. Он говорит, знаешь, сынок, ты мало делаешь действий. Очень мало. Тебе нужно к твоим действиям добавить еще что-то, где бы ты работал на холодном рынке. Найди еще работу, которая будет предполагать именно действия на холодном рынке. Знаете, какую работу нашел робот Киосаки? Он нанялся к какой-то местной церкви ходить по домам, просить подаяния. Военный летчик. После Вьетнама. Он продавал, звонил в двери к людям, продавал ксероксы. И ходил носил вот эту вот скрыньку, как у нас говорят, шкатулку и просил подаяния для церкви местной. Вот какой у него была отработка на холодном рынке. И два года он был худшим менеджером по продажам. Его посылали. Ладно, там пацаны бегали, понимаете, которых посылали. Но в дверь стучался военный летчик. Вот что такое усмирение гордыни. И вот что такое создание харизмы. Когда воля человека является главным его стержнем в жизни. И вот кто такой Роберт Киосаки, по книгам которого мы с вами сегодня учимся и растем. Вот это наш план. Вот вам золото. И вот вам результат. Но это же еще не все, друзья. Теперь затайте дыхание, потому что я сейчас вам покажу вип-пакет. И пусть вам не спится с этого мгновения. И пусть вы поймете, что вы попали в такой бизнес, в котором если вы не сдадитесь и не придадите свой выбор, вы в этом же году станете долларовым миллионером. Вот вип-пакет. При таком же раскладе только два лично включенных. И система дубликации. Вот деньги. А вот доход за год. Один миллион долларов. Вот что такое, друзья, Карат Барс. Можно в это не верить. Можно послать меня, послать Карат Барс. И послать того, кто вас пригласил, и уйти обратно в свою жизнь. И для вас, может быть, этот выбор будет правильным. И никто вас не осудит. Потому что каждый в этой жизни выбирает то, что ему по душе. Но если вдруг вам интересна эта идея, если вы хотите действительно доказать самому себе, что вы в состоянии освободить свой род, финансово освободите, психологически, чтобы ваши дети не переминались, и внуки говорили потом, что у меня дед стал долларовым миллионером, поэтому мы так хорошо живем. Или отец. Понимаете, это очень важно. Мы личности. Мы пришли сюда, на эту землю, не для того, чтобы прозябать и выживать. Мы пришли сюда для того, чтобы доказать свою божественную природу. А мы ведь созданы по образу и подобию. Значит, мы творцы. А значит, мы можем сотворить свою реальность. Можем. И должны. Карат Барс – это всего лишь инструмент. Это не есть и панацея, и не есть главная цель. Это инструмент, с помощью которого вы становитесь людьми силы, харизматичными личностями, богатыми и самодостаточными, индивидуумными. Вот что такое Карат Барс – это всего лишь инструмент. И он для вас, не вы для него. Он для вас, для того, чтобы вы изменили свою жизнь. И я благодарна небесам, что в моей жизни попался этот инструмент. Именно в этот момент, когда мы претерпели фиаско, определенное в жизни с Николаем, после предыдущего проекта. Да и вообще у нас сейчас на Украине не сладко. И вот в этот момент нам попался в руке этот инструмент. И, естественно, я, может, кого-то обижу, но я скажу честно, с вами или без вас мы этот инструмент используем на полную силу. Но я думаю, что лучше с вами, если вы будете резонировать вместе с нами на этой частоте. Будете это чувствовать и хотеть это сделать. Потому что, как говорила мне одна девушка, стоматолог, так это же так тяжело быть сетевиком. А я ей говорю, не, тяжело тебе в гнилых зубах ковыряться. Вот что тяжело. Вот я бы не смогла. А быть сетевиком, человеком, который помогает людям жизнь изменить, выращивает их, крылья им помогает раскрыть за спиной, мне, на мой взгляд, великолепно. Поэтому я очень люблю то, чем занимаюсь. Вот, друзья, деньги – это всего лишь эквивалент нашей силы. Нашего потенциала внутреннего. Это никак не самоцель. Это не должно быть главной целью. Главной целью должно быть желание выращивать свою внутреннюю силу, самодостаточность, профессионализм. Вот это должно быть главным. Мы в Германии живем. Нет, не живем мы в Германии. Мы живем на Украине, в славном городке маленьком Полтава, где Петр Первый разбил шведов в начале 18 века. Очень зеленый, красивый, чистый городок в центре Украины. Никогда в Германии не жили. Я украинка, Николай русский, но живем мы на Украине. И всегда жили. Вот, друзья, вот это все то, что я хотела вам показать. А вот картина и ваша рыба. При одних и тех же действиях, при одном и том же напряжении вы можете иметь абсолютно различный результат. Выбрать нужно вам. Вам нужно просто выбрать, не только пакет выбрать, а выбрать настрой и вектор движения на этот год. То есть я не буду вам врать и говорить, что вы сделаете это за 12 недель. Нет, не сделаете. Не сделаете. Этого за 12 недель вы не сделаете. А за год сделаете. Раньше сделаете. Но за год точно. Поэтому, друзья, 2014 год для многих из вас это год поворота вашей судьбы, кардинального поворота. Я думаю, что многие из вас уже это почувствовали. Я вас с этим поздравляю. Я с огромной радостью помогу каждому. Вас еще пока что только 130 человек, которые готовы серьезно работать. Вы еще только начинаете свой процесс обогащения. И при правильном отношении результат будет именно таким, который вы видите на этой картинке. Даже если он будет немножко меньше, я думаю, никто не огорчится. Так, что у нас тут? Вернусь еще к этому. Посмотрите еще раз внимательно на цифры. Слайды у нас будут. Давайте. Теперь давайте какие-то конкретные предметные вопросы, которые вас беспокоят, вас волнуют, не дают вам жить и спать. Так, ну я вижу, вопросов нет. Я промотала чат. Вопросов нет. Запись есть. Вы всегда можете послушать это. Бизнес нетрудный. Просто отношение неправильное у многих из вас. И это неправильное отношение создает проблемы. А бизнес нетрудный? Просто обычно, ведь наш опыт, то есть, вернее, наши отношения, оно основывается, опирается на предыдущий опыт. А если в предыдущем опыте не было, скажем, каких-то правильных, эффективных действий или были какие-то промашки, то закрадывается какое-то сомнение, уныние и так далее. Я вас прошу, забудьте о своем прошлом опыте. Вот закройте этот прошлый опыт. Вот считайте, что его не было. Представьте, что вы начинаете с нового листа свой бизнес, себя, формирование себя в этом бизнесе вообще. Вот начните с нового листа. Вот начните, как первоклассник за парком. Начните это делать. Начните изучать. Начните быть частью команды. Ходите на наши занятия, на наши школы. Посещайте все, что рекомендует автоматик. Потому что будет много интересного, очень ценного на платном автоматике. Не проигнорируйте это. И вперед, друзья. Ну что тут сидеть и ждать? Вот что тут ждать? Вот вам еще кто-нибудь похожее показывал? Да еще такие вспомогательные методы давал? И говорил, давай, я буду тебя поддерживать. Давай вместе двигаться. Мне кажется, что не каждый день к нам приходят такие возможности, чтобы вот так все складывалось. Чтоб мать так шла, как нам пошла сейчас всем. Потому что мы как раз находимся на заре раскрутки этого проекта на русскоязычном рынке. А русскоязычный рынок, русскоязычный, сумасшедший рынок. Нам просто нужно этот процесс возглавить. Есть у меня такая немножко вульгарная, может быть, поговорочка, но зато правильная. Если пьянку нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. А мы, друзья, с нами или без нас, корот барс, трет на рынок, понимаете? Давайте возглавим вместе этот процесс. Если вся в долгах, ковшелках, ну тут, знаете, тут большая часть людей, которые вошли на занятые деньги. То есть, вот услышьте меня, минимум серебро, минимум. Вот на бронзе вы просто будете лоб разбивать, потому что поначалу это, знаете, трудно, когда любой спорт начинается, трудно, когда обтягиваешься, потом уже легко бедать по утрам, а поначалу трудно. Вот так и тут. И вы будете ведь все равно прилагать сильнейшие усилия, а на бронзе вы ничего не заработаете вообще. То есть там же копейки. Усилия сильные, а копейки, поэтому минимум серебро. Минимум серебро. Но самое лучшее это вид пакет. Я вам очень благодарна за резонанс. За то, что вы чувствуете и принимаете меня с моими недостатками, с чрезмерной экзальтацией, может быть, какой-то и страстностью. Принимаете меня такой, какая я есть. Я готова принимать любого, какие вы есть, потому что нас объединяет наша идея бизнеса, вот и все. А я думаю, что мы со временем станем лучше, все станем лучше. Спасибо вам огромное за то, что вы это время были со мной, нашли в свободный свой выходной день, нашли время и пришли на эту школу. Всем хорошего дня, скоро презентация Марины Лемон, работаем на приглашение, друзья. Засукиваем рукава и трудовые будни наши не должны заканчиваться. Тогда у нас будет результат. Всем пока, до встречи. с вами был, была ваш наставник, вышестоящий спонтар Ульга Лобанова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова